Субтитры создавал DimaTorzok 5 августа 1942 года по улицам Варшавы двигалась колонна детей из дома сирот, и с ними шел пожилой лысоватый человек в круглых очках. Старый доктор шагнул в газовую камеру Треблинки вместе с двумя сотнями своих питомцев. Старый доктор. Так называли Януша Корчака, который был врачом, писателем, мыслителем, но прежде всего уникальным педагогом. Януш Корчак, настоящее имя Эрш Хенрик Гольдшмидт, родился 22 июля 1878 года в интеллигентной еврейской семье в Варшаве. Его отец, Юзеф Гольдшмидт, был преуспевающим юристом, а дед – врачом. Хенрик учился в Варшавской русской гимназии, а с 15 лет начал подрабатывать репетиторством. Несложно догадаться, что многие ученики 15-летнего педагога были его ровесниками, однако они внимательно слушали Януша, поскольку ему удавалось необыкновенно интересно прибыть носить даже самый скучный и трудно усваиваемый материал. Вскоре после этого умирает отец Корчака, вследствие чего Янушу пришлось самостоятельно обеспечивать семью. Для этого он и решил поступить в Варшавский университет на медицинский факультет. Ему казалось, что став врачом, он поправит свое финансовое положение и одновременно с этим сможет помогать несчастным людям. В 20 лет, узнав о конкурсе драматургических произведений, Корчак пишет пьесу, заглавленную «Каким путем», в которой он рассказывает о сумасшедшем, чье безумие губит его семью. Именно тогда Эрш Хенрик Гольдшмидт впервые берет псевдоним Януш Корчак. Его друзья удивлялись, почему он стремится стать врачом, когда его литературная карьера складывается так удачно. На это он отвечал. Чехов был врачом, но это не помешало ему стать великим писателем. Наоборот, придало особую глубину его творчеству. Чтобы написать нечто стоящее, надо быть диагностом. Медицина поможет мне заглянуть внутрь человеческой личности, даже в природу детской игры. К 27 годам Януш закончил университет. Полученные медицинские навыки он проявил в русско-японской войне, где был военным лекарем. Позднее Корчак практиковал в детских больницах Берлина, Франции и Англии. В 1911 году Корчак уходит из медицины и основывает в Варшаве дом-сирот для еврейских детей. Этим приютом он будет руководить до конца своей жизни. В связи с тем, что Януш уже имел определенную известность, ему удалось привлечь меценатов для возведения здания. Корчак был организатором журнала «Малое обозрение». Это издание выпускали и редактировали дети. «Малое обозрение отличается от всех остальных журналов на свете», – писал Корчак в 1928 году. Корчак убеждал детей писать об их ежедневных проблемах, окружающей их действительности. Самыми ценными были письма, в которых кто-то пишет то, чего он не может сказать родителям или в школе. В результате на страницах «Малого обозрения» дети писали о своих насущных проблемах, которые, по сути, были проблемами мира. В первые 10 лет работы журнала в редакцию приходило в среднем 4000 писем в год. Корчак два раза ездил в Палестину. Обе поездки послужили для Корчака источником вдохновения. Вернувшись из второго путешествия, он начал писать прозу о детстве Моисея, которая должна была лечь в основу цикла рассказов о библейской истории. Яныш Корчак был удивительный человек, странный и нелепый на взгляд многих взрослых. Некоторые считали его неудачником. Журналы, где он писал, закрывались, его издатель разорился и застрелился. Он работал всю жизнь, его книги о детях публиковались в разных странах, но богатым он не был. У него многое не складывалось, в том числе и личная жизнь. Он был старый холостяк, одинокий человек, и по закону соответствия к его одиночеству притягивалось другое одиночество – детское. Его дом-сирот был не просто учебно-воспитательным учреждением, а местом жизни, которое он создавал вместе с детьми, но не только для них, а и для себя. Придумывал правила, издавал газету, писал с детьми кодекс товарищеского суда, в котором, кстати, первые 99 статей оправдательные. А всего там было тысяча статей на все случаи жизни. В 1934 году Корчак сформулировал пять заповедей воспитания детей. Первое. Любить любого ребенка, а не только своего собственного. Второе. Наблюдать ребенка. Третье. Не давить на ребенка. Четвертое. Быть честным пред собой, чтобы стать честным с ребенком. Пятое. Познать себя, чтобы не иметь преимущества над беззащитным ребенком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok